Урок 31. Задача первая. Найдите углы равнобедренного треугольника, если один из его углов 98 градусов. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны и равны углы при основании равнобедренного треугольника. Угол при основании равнобедренного треугольника не может быть 98 градусов, потому что получится 98 до 98 – это уже больше, чем 180 градусов, а сумма углов треугольника – 180 градусов. Значит, 98 градусов – это угол, противолежащий основанию. Как найти углы при основании? 180 минус 98. Получится 82 и разделить на 2. Значит, углы при основании – 41 градус, 41 градус, а угол, противолежащий основанию – 98 градусов. Задача вторая. В равнобедренном треугольнике БСД с основанием БД проведена бисектриса ДЕ. Надо найти угол БЕД. Известно, что угол Б – 52 градуса. Так как БД – это основание равнобедренного треугольника, значит, углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит, угол Б и угол СДБ по 52 градуса. Бисектриса ДЕ делит угол пополам. Значит, угол ЕДБ – это половина от 52 – 26 градусов. Теперь давайте рассмотрим треугольник БЕД и найдем градусную меру угла БЕД. Сумма углов треугольника – 180. Из 180 надо вычесть 52 градуса – это угол БЕД, 26 градусов – это угол ЕДБ, и получится 102 градуса – это градусная мера угла БЕД. Задача третья. Медиана БН треугольника АВС равна половине стороны АС. Верно ли утверждение, что треугольник АВС – остроугольный? Давайте отметим равные отрезки. Итак, БН, АН и ЦН имеют одну и ту же длину. Значит, треугольник АВН равнобедренный, а в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Значит, основанием будет АВ, значит, углы при основании равны. В треугольнике ВСН тоже две стороны имеют одну и ту же длину, углы при основании, а основанием будет ВС. Углы при основании равны. Что получается? Получается, что угол В, его градусная мера, это сумма двух углов А и С. Сумма углов треугольника 180. Значит, угол В – это половина от 180. 90 градусов. То есть треугольник с прямым углом. Это не остроугольный треугольник. Это прямоугольный треугольник. Значит, данное утверждение неверно. Задача четвертая. На боковых сторонах равнобедренного треугольника АВС с основанием АС отложены равные отрезки А, Д и С, Е. БФ, бисектриса, пересекает отрезок Д, Е в точке О. Давайте отметим эту точку. Верно ли утверждение БО медиана треугольника Д, Б, Е? Так как треугольник АВС равнобедренный с основанием АС, значит, АВ и ВС – это равные боковые стороны равнобедренного треугольника. По условию задачи известно, что отрезки А, Д и С, Е равны. Значит, будут равны и отрезки Б, Д и Б, Е. Теперь давайте рассмотрим треугольники БО, Д и Б, О, Е. В этих треугольниках равные стороны уже отмечены. Сторона БО общая. По условию задачи БФ бисектриса, значит, вот эти углы будут равны, значит, треугольники БО, Д и Б, О, Е равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Значит, Д, О и О, Е равны отрезке БО медиана треугольника Д, Б, Е. Утверждение верно. Задача пятая. В равнобедренном треугольнике с периметром 44 см основание относится к боковой стороне, как к 3 к 4. Надо найти длину боковой стороны. Отношение 3 к 4. Значит, основание 3 части, обозначим 3 умножить на х см. А боковая сторона 4 части, 4 умножить на х см. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. Известно, что периметр 44 см. Периметр – это сумма длин трех сторон. Можно составить вот такое уравнение. Решая уравнение, находим х. Х равен 4. Надо найти длину боковой стороны. Боковая сторона – это 4х. 4 умножить на 4 получится 16. Боковая сторона – 16 см. 6 см. 5 см. Продолжение следует...